Три пятерки у нас суббара пошел к вам. Смотрите. Эх, точно. Ловлю за руку! Снимай всем подразделениям. Огонь 7, я Гомель. Передайте информацию. Полгода владелица светло-желтой шестерки находилась в частых разъездах и не подозревала, что ее автомобиля давно нет на месте. С заявлением в полицию обратилась, как только обнаружила пропажу. По ее словам, машина была не на ходу, хотя угонщик с этим фактом справился. По его заверениям, он лишь откатил, завел и уехал. Юному автомеханику 17 лет. И это его первая явка в полицию в качестве подозреваемого. В ходе работы с сотрудниками уголовного розыска была проделана колоссальная работа. И чувствуя, что сотрудники розыска наступают на пятки подозреваемым, данную автомашину бросили в районе улицы Карломарса, Арктическая. Находчивый парнишка проявил смекалку, добавил различные молдинги для изменения внешнего облика, сбил зубилом идентификационные номера с элементов автомобиля и поставил новый замок зажигания. А чтобы не быть быстропойманным, украл регистрационные номера с другой машины отечественного автопрома – «семерки». В довершение пытался ее продать своим же ребятам, но сделка так и не состоялась. Хозяйка оценила ущерб в 20 тысяч рублей. По факту кражи автомобиля возбуждено уголовное дело. Зимнее затишье у работников пожарной службы Северодвинска было нарушено странным случаем. По словам сторожа, в ночь с понедельника на вторник в учебный корпус техникума на Беломорском проспекте 8 нагрянули нежданные гости и устроили пожар. Непосредственно до пожара к зданию техникума подошли два молодых человека, представились ей сотрудниками госнаркоконтроля, попросили запустить их в здание. То есть она запустила их во внутрь здания. Пока пенсионерка-сторож вызывала полицию, липовые сотрудники наркоконтроля поднялись на третий этаж, целенаправленно вскрыли замок кабинета, где хранилась учебная документация техникума, и устроили там пожар. Молодым ребятам на вид лет 20. Они попали в объектив камеры видеонаблюдения.